Новая волна заболеваемости. Цикл лекций профессора Сергея Деева. Электромобили вредят экологии. Пора переходить на зимнюю резину. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Елизавета Газизянова. Показатели заболеваемости сезонных вирусов и инфекций за прошедшую неделю заметно увеличились в сравнении с предыдущей неделей на 20%. Сегодня сформировалась новая вирусная реальность, которая требует постоянного контроля и проведения диагностических испытаний. Об эпидемиологической ситуации в России и о том, как обезопасить себя от возможных заболеваний в сюжете Кристины Отекиной. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в России по-прежнему остается сложной. Новостная лента переполнена сообщениями о продолжающемся распространении вирусных респираторных заболеваний. Поиски аналогов вакцины спутника ВИ, а также о количестве заболевших и тех, кому удалось выздороветь. Но стоит помнить, что ежегодно в осенний период иммунная система человека ослабевает. Поэтому он более подвержен таким инфекциям, как COVID, ОРВИ, риновирусная, энтеровирусная и другие. Вирусы с изменением погодных условий и сезонов активно циркулируют. Также ситуация обостряется сезонным формированием новых коллективов. В детских садах, школах, институтах и других организациях. Вирусы, которые сезонные, ежегодно, начиная с сентября, когда формируются новые коллективы в школах, в садиках, в институтах. Люди приезжают с отдыха, привозят различные штаммы вирусов, приходят перекрест и начинается вот это сезонное заболевание. Несмотря на то, что коронавирус переносится намного легче и уже не представляет такой опасности, как в начале пандемии выросла его заразность. И активизировались другие, не менее серьезные заболевания. Поэтому стоит соблюдать меры безопасности и при первых симптомах обращаться к врачу, который поможет своевременно поставить диагноз и назначить лечение. Также необходимо ограничить нахождение в общественных местах. Чтобы защититься, мероприятия те же самые, которые были нам уже широко известны при ковиде, это ношение масок, мытье рук, побольше быть на свежем воздухе, правильно питаться. Можно применять витамины С, витамин С, хиноцею, такие иммуностимуляторы. Но если заболел человек, то обязательно нужно обратиться к врачу или вызвать врача лучше на дом, если есть температура, не ходить на работу, не заражать своих коллег, не заражать в транспорте людей. Поэтому это тоже важно, хотя это сложно выполнить. Люди все нужны на работе и с легкой формой даже руководители просят выйти на работу. Но, тем не менее, это и является самым опасным в эпидемиологическом значении легкие формы, когда человек не без температуры, легкое недомогание, и происходит очень большое общение этого человека с большим количеством людей и населения, и происходит заражение. Ковид-19 на протяжении четырех лет не просто оказывает сильное влияние на эпидемиологическую ситуацию в России, но при этом эволюционирует, меняя свою генную структуру. Поэтому, как сообщают врачи, вакцина «Спутник Ви» перестала защищать от преобладающих в популяции вариантов коронавируса. Однако уже известен аналог – препарат «Конвасел», формирующий гуморальный и клеточный иммунитет, препятствующий развитию коронавирусной инфекции. Его ключевая особенность заключается в способности идентифицировать и нейтрализовать различные виды инфекционных агентов. В группе штаммов «Омикрон» затрагивают только поверхностные S-белки, а новая вакцина основана на малоизвестном нуклеокапсидном белке, поэтому она может стать универсальным препаратом для профилактики COVID-19. «Спутник Ви» там год был. Если год прошел, у нас у всех были QR-коды в госуслугах, вы если помните такой момент. И через год эти QR-коды уже исчезают. То есть считается, что эта вакцина закончила свое действие. Сейчас новый штамм «Омикрона» идет. Мы ждем новую вакцину. Она уже в платных клиниках есть. «Конбасел» называется. Надеемся, что скоро он и в бесплатной сети в поликлиниках появится. Несмотря на сенсационные сообщения о тройной эпидемии, основных причин для паники нет. Эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день продолжает оставаться сложной. Но если соблюдать все меры безопасности, рост заболеваемости у населения постепенно будет снижаться. Кристина Отегина, Александр Кузнецов, Универньюз. В главном здании Казанского федерального университета стартует цикл лекций академика РАН профессора Деева Сергея Михайловича, руководителя лаборатории молекулярной монологии Института биоорганической химии имени академиков Михаила Михайловича Шемякина и Юрия Анатольевича Овчинникова. О главных темах лекций расскажем далее в сюжете. Кафедра биохимии, биотехнологии и фармакологии продолжает проводить цикл лекций ведущих ученых для студентов и аспирантов Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. 24 октября вуз посетил советский и российский микробиолог и иммунолог Сергей Деев. В своих лекциях он подробно расскажет студентам о современных стратегиях диагностики и терапии онкологических заболеваний. Первая носит название «Инженерия антител». Она посвящена неприродным антителам, подходам к созданию их модификации и применению для целей персонифицированной медицины. В рамках лекции были проанализированы успехи и проблемы в области конструирования неприродных антител, рассмотрены модульная структура антител и возможности ее направленной модификации, а также комбинирование с другими структурными элементами и эффекторными молекулами. Академик Сергей Михайлович Деев является признанным специалистом мирового уровня в этой области. И мы решили взаимодействовать в этой области и приступили к созданию своего собственного противоопухолевого препарата, который направлен против этой интересной мишени. Последующие лекции в цикле станут прямым продолжением более подробного изучения онкологических заболеваний. Так, 25 октября состоится встреча тираностика. Профессор расскажет об основных понятиях и аспектах тираностики, перспективной медицинской стратегии, которая объединяет в себе диагностику злокачественного новообразования и персонифицированную терапию пациента. А уже 26 октября цикл завершится последней встречей с Сергеем Деевым. Новые подходы в диагностике и терапии рака. Здесь будут рассмотрены новые подходы для персонифицированного лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, которые включают разработку и применение инновационных многофункциональных структур, сочетающих в себе высокоселективные элементы для распознавания опухолевых клеток, а также возможность объединения с препаратами для диагностики и лечения рака. Казанский федеральный университет всеми силами старается поддерживать исследования в области лечения различных онкологических заболеваний и дает студентам возможность открыть в себе тягу к изучению и созданию собственных научных исследований. Елизавета Казизянова, Александр Кузнецов, Хафиз Гараев, Универньюз. В России с каждым днем растет популярность электромобилей. С августа 2022 года парк авто увеличился на 55%. И несмотря на определенные вызовы и препятствия, рост продаж электромобилей в России в начале 2023 года был заметным. Опрос среди владельцев чудо-машин показал, что большинство водителей за экологичность. Именно поэтому выбирают этот способ передвижения. Ученые же провели исследования, которые доказали вред от производства электрических машин. О том, как электрокары вредят экологии планеты, расскажем далее в сюжете. Электромобили на сегодняшний день являются востребованными и популярными у водителей со всего мира. Только один американский производитель Tesla продал с апреля по июнь 2023 года 466 тысяч машин. Это на 83% больше, чем в прошлом году. Покупатели привлекают стильный дизайн, удобство и комфортный салон. Но самое главное, как отмечают производители, это экологичность и безопасность для окружающей среды. Сегодня этот вопрос остро стоит на повестке дня у каждой страны. Все больше осваиваются альтернативные источники энергии, которые используются в создании электрических машин. Но все не так радужно, как может показаться. Немецкие исследователи из Мюнхена сравнили показатели выбросов углекислого газа при производстве аккумуляторов и машин внутреннего сгорания. Показатели у электрокара оказались даже больше, чем у обычных машин. Это, конечно, до сих пор не решен экономически выгодный способ утилизации аккумуляторов батарей, которых очень большое количество при эксплуатации любого электромобиля. Соответственно, с увеличением числа этих самих электромобилей, которых мы будем применять, а мы их, скорее всего, будем применять больше, возник вопрос, как их утилизировать так, чтобы это было эффективно и недорого. Второй вопрос, о котором все забывают, это то, что электромобили при эксплуатации, при движении и торможении износ покрышек больше, чем у обычных двигателей внутреннего сгорания. Соответственно, количество сажи, которое остается на дорогах и, соответственно, так или иначе попадает либо в водную среду, либо в воздух, которым мы дышим. Подобный отчет проводила инженерная компания «Рикардо», которая сравнила выбросы углекислого газа при создании обычных автомобилей и электрокаров. Исследования показали, что при создании машины с двигателем внутреннего сгорания выбрасывается 5 тонн углекислого газа, тогда как электромобиль выбрасывает практически 9 тонн. Половину из объема занимает производство батареи, которые и держат заряд. Как отмечают ученые, переход на электромобили будет полностью безопасным только тогда, когда весь мир перейдет на безуглеродные источники энергии. При производстве любого аккумулятора, не только для электромобилей, используются, скажем так, либо редкоземельные металлы, либо так называемые тяжелые металлы, которые при попадании в водную среду, либо в почву, наносят существенный вред экологии. В первую очередь наносят существенный вред живым существам, это и животные, и люди, которые пьют воду, дышат воздухом, потому что при попадании тяжелых металлов в почву, рано или поздно это оказывается на нашем столе. Вот это основная проблема, которую необходимо решать. Электромобили далеко не совершенная технология. Их производство, как оказалось, пагубно воздействует на атмосферу и экологии всей планеты. По данным Министерства транспорта, на июль 2022 года только в России насчитывалось 23 тысячи электромобилей. По выбросам углекислого газа мы занимаем четвертое место во всем мире, а ежегодно в атмосферу попадает полтора миллиардов тонн. Развитие альтернативной энергетики позволит улучшить состояние нашей планеты. Карина Саяхова, Николай Суховский, Никита Киншин, Универньюс. В промежуток с 1 декабря по 1 марта наличие зимней шины резины в технической комплектации машины становится обязательным, но очень часто. Погода преподносит сюрпризы и снег с гололедицей могут наступить гораздо раньше. Именно поэтому о смене шин на колесах машины важно подумать с момента первого снега и начала минусовой температуры. Осень не успела подойти к своему логическому завершению, а холодная зимняя погода уже посетила улицы нашего города. Если для пешеходов проблема скользкой дороги решается сменой обуви, то автомобилисты должны позаботиться об установке зимней резины заранее. Совсем недавно синоптики пообещали до минус 10 градусов температуру воздуха в Казани, а первый снег выпал задолго до начала зимы. На дорогах лужи и слякоть, а значит наступает гололедица. Именно скользкая обстановка на трассе является главной причиной, почему водителям стоит не просто задуматься о замене летней шинной резины на зимнюю, а заняться этим вопросом прямо сейчас. Мало кто знает, но основное отличие зимних и летних шин отнюдь не в наличии шиповки, а в составе резины, из которой они делаются. В состав летней резины входят наполнители, которые позволяют плавно тормозить именно на горячем асфальте, на горячем дорожном покрытии. Но летняя резина при пониженных температурах становится деревянной. Естественно, уменьшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь. В сентябре 2023 года правительство Российской Федерации ввело изменения в правила дорожного движения. Теперь, если в зимний период водитель не сменит летнюю шинную резину, то ему предстоит выплатить штраф в размере 500 рублей. До этого момента подобные случаи ограничивались предупреждением, но важность безопасности на дороге одержала победу. Еще в Советском Союзе люди не знали про существование специальных шин, которые смогли бы помочь вовремя затормозить на заледеневшей дороге. И это имело свои последствия. Всевозможные аварии, случаи, когда структура резины на колесах деформировалась из-за слишком холодной температуры воздуха и вызывала затруднения при езде. Теперь же прогресс позволяет максимально обезопасить свою жизнь и других, а игнорирование этой возможности может повлечь за собой множество жертв. Опасность заключается именно в том, что летняя резина становится деревянной. То есть даже когда вы трогаетесь с места, и такое впечатление, что вы едете на квадратном колесе. Пока колесо не разогреется, а дорожное покрытие, вы едете и подпрыгиваете. А так быть не должно. То есть оно становится очень жесткое. Обо всем сказанном учат еще на первых занятиях в автошколе. В наше время получить автомобильные права может любой желающий. Учиться и получить заветную корочку разрешения водить машину можно с 16 лет. И уже 18 уверенно сесть за руль. Автомобильная школа при Казанском федеральном университете принимает на обучение не только студентов вуза, но и школьников и лицеистов. Украшает ситуацию и мастонахождение школы. Она расположена прямиком на территории деревни Универсиады. И на занятия можно просто спуститься к четвертому дому. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюс. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok